Добрый день, меня зовут Руслан, я живу в Казани. Где-то в 10-м году, в конце 10-го года возникла мысль, идея о том, что те проблемы, которые периодически приходят тогда через телефон, через смс, это люди искали доноров крови. Там срочно нужна кровь, ребенок умирает, разошлите и так далее. И так вот, эта проблема регулярно мне приходила, и задача была людей простая, ну, фактически поучаствовать в этом спаме, и надо расслать другим людям. Я подумал, зачем люди постоянно пытаются фактически каждый раз вовлекать тех же самых людей, когда можно создать какую-то базу, что ли, такую удобную, которая позволит находить доноров очень быстро и легко. Но поскольку был немного ленивый, база, в принципе, мне кажется, уже есть, это ВКонтакте, да, социальная сеть, и возникла мысль, что почему бы не достучаться до Павла Дурова, чтобы он среди параметров, которые человек указ по регистрации, не указывать группы крови. До Дурова достучаться не получилось, поэтому мы решили своими ресурсами это делать на базе социальности ВКонтакте. И фактически моя задача заключалась в том, чтобы, ну, там было две задачи. Первая задача – это объяснить людям, что нужно сделать, чтобы они находились как доноры, и Б – находить людей, которые, в принципе, ищут доноров по старинке, да, по принципу разошлите как можно больше всем, чтобы, пожалуйста, там, ну, поучаствовать в этом спам-рассылке и так далее. И вот здесь в рамках этой презентации о краудсорсинге я расскажу о том, что, например, когда я в течение года делал это один, у меня получилось вовлечь 2000 человек в базу доноров, да, фактически, и помочь около, там, 15-20 человек. И буквально, когда, ну, люди новые появлялись, появлялись, вовлекались, волонтеры, как я их потом назвал, веб-волонтеры, потому что многих людей я до сих пор не видел ни разу, хотя они уже, там, 3-4 года активно работают, мы общаемся, шутятся иногда у нас так, что меня не существует, да, потому что мы общаемся только через интернет, вот, в основном. Ну, и, соответственно, эти люди, ну, просто самые разные вовлеченности от принципа, может быть, я просто принесу флешку, да, посмотрим. А, окей, вот, по принципу пару кликов, пока вы сидите, можете даже пока будете слушать какие-то, я вам расскажу о приложении у нас есть, можете пока скачать в App Store, в Android, в этом Google Play Market, а донор-серч волонтер называется, вот, тоже посмотрите. И, соответственно, то, что получается сейчас, благодаря действительности волонтеров, ну, у нас более 5000 доноров, более 600 отзывов, ну, и порядка 5500 заявок на просьб по поиске доноров. Сейчас пока запускается, объясню задачу, что за год до развития проекта он кардинально изменился, потому что, чем мы занимались в рамках поиска донов в крови, мы решали вследствие проблем по названию дефицит доноров. И теперь наш проект называется социальная сеть доноров, и мы решаем задачу уже вовлечения людей в донорство. Но вот этот подраздел поиска, он пока существует, и он работает. Че, у нас только все плохо? А, давайте. Да, я не буду писать про отзывы. Про этот. Вот так, это я писал. А, ну, немножко, да, опять похвалимся о том, что за эти годы у нас уже дважды в рамках гранта StartFellows, этот ВКонтакте, может, узнает. Вот, мы как лучший донорский проект уже последние три года получаем. Ну, и, то есть, в принципе, в формате тестирования, гипотез и, так сказать, решения проблем мы себя заявили, и теперь мы на стадии уже роста. Но я расскажу именно о краудсорсинге, да. Вот, например, вот краудсорсинг в формате, когда, так, когда ребята, которым нравится то, что мы делаем, они приходят и заявляют, что они хотят помочь тем, что они умеют. Ну, например, дизайн. Но опять не об этом я буду рассказывать. Сейчас стальность доноров, она заключается примерно на трех китах. Первое – это геймификация ресурсов, то есть вовлечение доноров, да, мы занимаемся. Второе – это бонусная программа, человек сдал кровь, ему дают бонусы, и тем самым мотивирует сдавать кровь дальше. И третье – это веб-волонтеры, которые позволяют, которые занимаются как раз-таки помощью людям, чтобы те, кто еще доноров, быстро находили их. Чем они занимаются? Это вот как раз рассказал, чем они занимались. Так вот, о волонтерах. Сейчас в проекте, если в рамках приложения, у нас, ну, поучаствовали за эти годы, ну, более тысячи человек. Это люди, которые, повторюсь, что они делали, они просто кликали кнопочку под названием «да» и «нет», ну и так далее. Что они, собственно, делали? Когда я начинал все делать в далеком 2010 году, у меня возникла мысль, что даже если мы наберем базу, нужно сделать так, чтобы люди, которые еще доноров, об этом узнавали. Каким образом? Вконтакте позволяет искать по новостям. То есть вы входите в новости, пишете, например, нужна кровь, и вам выходит огромный массив данных, ну, всех постов, которые там есть. К сожалению, среди этих постов есть, как и нужные дорогие казанцы, срочно нужен тромбоцит 2+, так и совершенно бессмысленные, да, там, например, нужен донор айфон и так далее. То есть, понимаете, да? И этот массив получается либо спам, ну, либо мусор, который не относится к костюм донов крови, либо реальная просьба, нужно было как-то отличать. Когда я делал вручную, я просто пропускал те, которые не нужно. Но поскольку одному сделать это очень тяжело сначала, была идея создать такую вахту, когда, например, один человек зашел вчера, второй сегодня, третий, но это долго. Да, мой товарищ, который занимается сейчас уже техническим развитием проекта, он просто сделал приложение, фактически, ну, робота, который собирает постоянно все новости ВКонтакте, на базе ВКонтакте, которые содержат эти уникальные наборы фраз. Нужен донор, потребен донор на всех языках, которые популярны. Соответственно, появляется массив огромных данных, которые волонтеры вручную разбирают. Что они делают? Они смотрят, если сообщение о донорстве крови, они жмут помочь. Поскольку они регистрируют через ВКонтакте, то от них входит в личку человеку, добрый день, я волонтер проект Донорсерч, вы можете найти доноров там. И ему обычно в ответ прилетает фраза, огромного вам спасибо, как вы от нас узнали, это здорово. И волонтер фактически дальше ведет, объясняет, как нужно найти доноров, я потом попозже напишу. Пункт номер два. Например, если это не то, то мы жмем просто не по теме. И лапка эта появилась, когда, для меня тоже было открытие, есть оказывается донорство крови среди животных домашних, люди ищут для котиков, для песиков. У нас для этого есть проект Animal Donor, но пока мы им не занимаемся, потому что просто времени нет. Вот. Соответственно, потом возникла мысль, ну, проблема, которую мы также решали, под названием, а что если у человека закрыта личка? Окей, мы сделали группу под названием группа для уведомлений, куда через собака, там, айди, считай, уведомление прямого человека, потому что мы не можем сейчас, что добрый день, вы ищете доноров, а, вы можете найти ее там, б, у вас вообще личка закрыта, если кто-то захочет вам помочь, он просто к вам не достучится. И вот эта стена там, сколько, сто тысяч записей. Вот эти ребята, волонтеры уже за два, там, три года, которые здесь, там работают уже порядка сто тысяч сообщений. Опять же, им говорят огромное спасибо, что нам помогли, ну, или ничего не говорят. То есть, таким образом, эти ребята, это может быть студент, это может быть, там, мама, которая сидит, там, пока ребенок спит, просто, я не знаю, потратив 5-10 минут, может помочь совершенно незнакомым людям, там, с разных стран, потому что вы кликаете. Была, например, проблема, когда человек кликал, просьба была в Украине, и люди писали, там, что вы нам пишете. У нас был donors.ru, сейчас donors.ru.org, сейчас таких проблем больше уже нету, что, как бы, ну, и главное, то есть, вот такая стоявшаяся задача, которая решает, повторюсь, вопрос поиска, ну, кроме, они не занимаются вовлечением донорства регулярно, чем занимается сейчас проект. Ну, немножко пошире. Ну, о людях я рассказал, да, вот студенты, вот этих людей вообще, мы много общаемся, несколько лет уже, ни я, ни друг друга, никто их не видел. И они друг, главное, не видят. Дальше, как работает поиск крови доноров? Человек, который заходит на сайт, он сует заявку, заявка пишется, там, ну, вот, причина поиска, вон, там, достаточно быстро по нашей базе данных могут найти доноров. Но пока же, к сожалению, не всегда получается найти доноров под каждую заявку, потому что, в принципе, заявок поработает очень много, там, по Питеру очень часто. И поэтому возникла новая задача под названием использование ресурса ВКонтакте для того, чтобы увлекать как можно больше людей. Собственно, чем мы занимаемся? Опять же, все это происходило по принципу, ну, когда появляются проблемы, приходится решение, с самого простого потом усложняется. Был заведен Google Doc, в котором слева день, когда надо рассылать, справа те заявки, карты, рецепенты, которые надо разослать, и третье ответственное лицо, которое взяло. Причем, поскольку, например, в течение недели, может быть, пять в разных дней, допустим, по Питеру заявок, а все они, допустим, ну, плюс 10 дней, ну, как объяснить, то мы, здесь не обкать, то мы как бы собираем города в кучу в одну, потому что, когда мы рассылаем в паблики, а что мы делаем, собственно, мы берем, пишем сообщение по нашему шаблону и рассылаем через предложить новость в паблик-контакт, например, там, в Санкт-Петербурге или еще что-то такое. И те модераторы, которые считают, что это просьба, ну, подходящая для того, чтобы публиковать среди аудитории, они публикуют, тем самым люди, которые завели у нас карту рецепента и не могли даже, может быть, догадаться о том, что такое возможность есть, ну, а мы как бренд гарантируем, что эти просьбы реальные, это не спамы, это реальная просьба, то у нас уже появляется отдельный файлик, где выписаны все сообщества ВКонтакте, которые нас уже как бы поддержат, и фактически вот это вот другой такой формат, такое самообразование, потому что, когда я его, в принципе, начинал, я вовлекал из тех, кто кнопочки кликал, я смотрел, допустим, вот человек много кликает, я пишу, вот появилась новая сдача. Потом ребята саморганизовались, я уже в это вообще не лезу, и вот пока мы с вами разговариваем, я вам объясняю, есть люди, которые в разных частях России кликают кнопочки, и людям, которые в данный момент вдруг поняли, что им нужно найти доноров, узнают об этой прекрасной возможности. А второе, люди, которые вот этого момента занимаются, они расставляют новые карты рецепента, чтобы они рассылались хорошо, другие рассылают, и все это работает прямо сейчас, что это очень чудесно. По поводу мотивации, да, человек, который раздает кровь, у нас получает монетки, монетки меняет на бонусы. Если же волонтер, допустим, не может сдавать кровь, ну или может сдавать, так или иначе, когда он рассылает вот эти вот справа в паблике, он ставит свою реферальную ссылку, то есть мотивация. Когда мы помогаем найти доноров, мы еще увеличим свою базу, потому что люди узнают о проекте прекрасном, регистрируются, и фактически волонтерам дают монетки, ну поменьше, чем за кроводачей. Они могут получать также бонусы фактически, потому что они занимаются не просто помощью конкретному физлицу, но и вовлечением людей в регулярные донорства в будущем. А куда мы движемся дальше? Сейчас мы создаем ресурс, перерабатываем и собираемся его сделать максимально более таким открытым, выкладывать как можно больше код на гитхабе, подключать людей, потому что задач на самом деле очень много, даже по пользованию в крови и по другим. Например, была задача о том, что почему бы карты рецепента, когда они появляются, не постить в твиттер наш. Я попросил знакомого, потому что главного разработчика отвлекать бессмысленно. Эта задача не такая самая гиперважная, но она прикольная и полезная. Он сделал, и теперь у нас, когда заводят карты рецепента, автоматически в твиттер. Это раз. Вторая задача, например, люди же нажимают кнопки, а это спам или реально, вроде бы нет, это же огромный массив данных. Мы поставили на IT-волонтер сдачу сделать нейросеть на этом базе. Вот появился IT-волонтер, который сказал, что он сделает. Посмотрим, если будет отлично. И таких задач очень много, как самых маленьких, так и самых больших. Более того, я уверен, что даже мы сами не до конца понимаем, какие задачи можно еще на базе этого ресурса сделать. Потому что мы, как некоммерческий проект, преследуем только одну понятную цель. Мы хотим прийти к такой модели донорства, ну, будем говорить про Россию, хотя это по СНГ работает, в которой каждый день, в каждый день, в каждый центр крови приходит ровно столько доноров, сколько центр крови может принять. И, Б, именно по тем типам кроводач, которые ему необходимы именно в данный момент. Сейчас все идет рандомно, человек захотел, пришел, ему сказали, сегодня мы там перебор вашей группы, или, например, как здорово, что вы пришли. Ну и поэтому получается флуктуация, и то дефицит, то перебор. И мы хотим сделать так, чтобы не было этой флуктуации, было все четко. Сколько нужно, столько мы придем. И мы, как ресурс мотивационный, который не занимается приемом крови, мы занимаемся только тем, что вовлекаем фактически людей и переводим их к дверям центра крови. Ну и попутно решаем проблему, которая пока, к сожалению, в нашей стране есть, это помогать людям находить доноров крови. Вот примерно об этом проект. Я просто, может быть, пропустил. А много у вас людей вообще в команде, которые непосредственно работают над проектом? Которые, ну вот, давайте... Я имею в виду не волонтеры, а... Да, по времени вовлечениям. Назарвать вообще пока никого особо нет фактически. Ну то есть я как инициатор, да, ну уже с всего проекта. Потом, а, дайте я переключу, мы же рисовали. Потом вот Виталий Архипов, да, это вот человек, который подключился на самом раннем этапе, который смотрел, смеялся, как я вручную все делал, а он-то как разработчик понимал, что это можно автоматизировать. И более того, он автоматизировал сначала приложение ВКонтакте, потом сайт, потом мы вот теплицы, потом все переделали, и вот так закрутился. И теперь он СТО, да, проектом. Его супруга замечательная, которая помогает, ну, чтобы не отвлекать Виталика на кучу других мелких задач, которых у нас есть, помогает тоже. Далее Антон Болгов, он специалист по донорству, он вообще знает донорство. Все, почетный донор, выносит мозг Минздраву всем, если у кого проблемы с тем, что их завернули или там какие-то есть, пишите, он всем. Он лучше всех знает про донорство. Настя, вот прекрасная девочка, которая просто кликала кнопочки, а выросла человек, который стал фактически контент-менеджмент наш, полностью группу ВКонтакте ведет, но все не на ставке. Но вот Роман Карпов тоже, он занимался тоже самым, кстати, он из Питера. Он на базе клуба Санкт-Петербург, Красный Крест создавал проект «Мой донор». Мы с ним поговорили, ну и поняли, что вот на донорство гораздо проще и приятнее. Вот. И это вот прямо такой костяк-костяк. Но это мало, надо больше людей. Отлично, спасибо. Есть ли еще какие-то вопросы, уточнения? У вас или нет? Олег, пожалуйста. Руслан, сколько это все обходится вам финансово поддерживать? Насколько это сложно? Финансово? Ну, как сказать. Пока, поскольку зарплаты никаких таких нет, то получается не то, что не сложно. Сложно морально, когда чем больше дальше идем, тем больше времени тратится и пытаешься понять, доколе бесплатно мы сможем все это. Но сейчас намного лучше, на самом деле. Или вот год назад у нас появилась поддержка ОПРФ. То есть у нас уже, мы же как, на самом деле, наш заказчик – это общество. Ну, в лице государства. Вот. Потому что краудфандинг мы пробовали, но людям сложно объяснить, на что деньги. Да, сайтик же работает, зачем там что-то еще нужно. Это самое тяжелое объяснить. Вот. Поэтому фактически мы вот пошли как, ну, как НКО, который мы завели через грант, например. Сейчас снова будем подаваться. Это нам, ну, сейчас попроще стало. Вот. Сколько в рублях, ну, если просерверать, то недорого, да, если сказать. А если про зарплаты, то для того, чтобы нанять менеджеров, сотрудников, которых пока нет. Мы почитали, нам нужно 500 тысяч рублей в месяц. Это, если разделить на все регионы России, меньше 6 тысяч рублей в месяц, ну, на один регион. Это, чтобы в России не было проблем с донорством. Я думаю, что дешево. Вот. Да. Я думаю, по сравнению с любым бюджетом на донорство, это действительно вменяемо. Руслан, большое спасибо.